Всем привет! С вами Андрей и Музей роботов-трансформеров. Сегодня у нас в гостях Николай Разумов. Добрый день, Николай! Здравствуйте! Здравствуйте, Андрей! Спасибо, что позвали. С удовольствием встречаем важных гостей нашего музея. И таким сегодня является Николай. Он у нас... Мне кажется, журналист. Почему можно сказать? Пишет шикарные статьи в разных изданиях. Поэтому можно с гордостью сказать, офигенный журналист. И наш постоянный... Здрасте! Николай, вас запечатлеть на память? Давайте. Николай. Ну и ваш покорный слуга Андрей. Сегодня мы с вами обсуждаем и распаковываем интересную модель трансформера. Трэвл Брейкер, Комбайн Варс, Делюкс Класс, Хазбро. Никита. Прошу его поближе к нам. Будем его со всех сторон осматривать. Собственно, с передней части коробки у нас сама моделька. Альтернативный режим. Написано комбинировать в какую-нибудь другую форму. И сам комикс. Впрочем дальше. Здесь у нас арт Скайрейна. И сама фотография модели Скайрейна. Вот задняя обложка. Трэвл Брейкер во всей своей красе. Альтернативной форме. И другие модели из этого набора. Кстати, лицензия IDW, что у них здесь приложен оригинальный комикс этого издателя. И так же написано становится рукой или ногой. Ну, на арте указано, что он левая нога Скайрейна. И, собственно, вот сама у нас коробка. Скрываем. Офкот. Скотч уже сам отходит. Все-таки моделька 2015 года. До данного экземпляра уже 4 года. Может быть, даже более. Потому что часто модели трансформеров начинают выпуск ранее. Чтобы к дате гриза их накопилось достаточное количество для продажи. Тут у нас картоночка. Инструкция. Давай посмотрим ее сразу. Как мы это обычно делаем. Натяни чуть-чуть на себя, чтобы на это. Здесь показан процесс трансформации из робота в пикап. Из пикапа в ногу или руку. В робота. Так. В руку или ногу, но в другой стороне. Да, вот, кстати, Скайрейн показан. Его описание, кто входит в него. И процесс трансформации в два режима. Рука или нога. Все хорошо складываем. Важно выглядеть доступным и понятно. Ну, на самом деле, на сером фоне очень блеклая печать. Поэтому, я бы сказал, что не очень доступно выглядит. Один из выпусков комиксов, который повествует о войнах гештальтов. Я думаю, дадим его Николаю. Пусть он посмотрит и скажет свое мнение по данному комиксу. Так, посмотрим, что здесь. Во-первых, хочется отметить эту информацию о, я так понимаю, главном героях этого выгрузка. На обратной стороне, как уже отметили его изображение в виде робота и в виде автомобиля. Ту же информация, его имя, группа автоботы, его подгруппа. И, собственно, его функции. То есть специалист по обороне. Статус Active, я так понимаю, что он на данный момент в истории живой. Вот и родная, так сказать, родина. Кибертрон, да. Кибертрон, планета. Сейчас посмотрим, кто здесь есть. Ну, висовка неплохая, мне кажется. По сюжету надо вчитываться, но здесь что-то интересное происходит. Либо на какой-то из планет, где бывают трансформеры, либо прямо на Кибертроне. Причем, по некоторым актам ощущение, что там и Айронхайт, и Гиберыж Гойнон. Похоже на Миража. Мегатрон Автобот. С Родимусом Праймом. Да, вот можно заметить, реально. Мегатрон решил, что хватит предводительствовать десептиконов. Может быть, какой-то временный союз у них. А вся история Combine Wars, послевоенный период, когда война между трансформерами завершилась, и они нашли какую-то возможность существовать без войны. Так, запаси Баллайт, это что? Нибудь расскажете по сюжету? Вот. Что это за существа? С тем столкнули героя? Это у нас гештальты. Сам гештальт, который походу... Это похож на Миносора. Которые походу стали какими-то невообразимыми существами. Сам я за комиксом не следил. Мне больше интересны мультсериалы и модельки. Гештальт это, то есть, это вот каком-то робот из нескольких автоботов десептиконов. Да. Гештальт это сборный трансформер из нескольких трансформеров. Так, вон Старскрим здесь. Да, видно. Из героев. Винблейд видно, вот. Девушка с подведенными красными глазами. Больше похожа на гейшу. Сам у нас Суперион. Который представлен у нас на одном из стендах. Можно чуть быстрее листать. Да, видно по одной из картин, что гештальт действительно своей силой помогает более меньшим трансформерам по сюжету. Ну и интересная черта, именно комбайн варс, ну, война гештальтов. Гештальты в этом режиме становятся мега огромными. Ну их так и рисуют. Гипер огромными. Они такими должны быть? Ну, по сути, они соединяются, ну, обычно два, два, два с половиной роста обычного трансформера. А тут раз в пять, в десять выше. На Си-15. Ну и задел вот на всей игре трансформеры. Ссылка на комиксы. Есть даже отдельное приложение по IDW, где ты можешь это. Приключение продолжается. Ну и вот, кстати, небольшая отсылка на то, как дизайнеры прорабатывают именно скетчи трансформеров. Очень, очень хотелось бы посмотреть на их, вот эту программу для разработки Desk Genesis. Потому что она у них позволяет с рисунка переводить сразу в 3D модель. Хорошо, давайте приступим. Достанем трейлбрекера. Ставим зайти комикс. Возьмем наши лёжнички и обрежем пластиковые скобы. На самый раз они обрежались довольно легко. Дособерем их. И вот наш робот во всей своей красе. Достанем его аксессуаром. Аксессуаром. Извиняйся. Да, ничего. Останавливаем. Извиняйся. И ступня ладонь. Свет хорошо ложится. Можно каждый элемент, который проработали, увидеть. О, смотри, как красиво сделали. Ладонь серебристая. Причём в виде не пальцев сделанного, а по-другому. Первый раз такой вижу. Сейчас посмотрим, как видит, чего она. Она в виде, как руки черепашки-ниндзя. Ну-ка. С тремя большими пальцами. Клёво. Это первая рука в таком дизайне, кстати. И, по-моему, единственная. Да. Хорошо. Давайте его со всех сторон посмотрим, пока отодвинем. Наши эти дополнительные аксессуары. Вот он у нас выглядит, как спереди. Давай его аккуратненько поворачивай. Принт на борту автомобиля. Мне очень нравится, как здесь покрасили окна ярким голубым цветом. Прямо как в... Либо в старых комиксах, либо как в мультсериале. Да. Очень схожая рисовка и цветопередача. Самое главное, покрашенные диски на колёсах автомобиля. Чем сейчас Хазбро не любит заниматься. Ну, видимо, экономика диктует определённые условия. Хорошо. Артикуляцию. Итак, щитки на плечах у нас подвижны. Даже можно сделать прям как у генерала. Далее у нас плечо само идёт на болт-джойнте. Вверх-вниз 360 градусов. Сгиб в локте. Хорошая перчёточка. И поворотный механизм, который позволяет крутить руку на 360 градусов. Вторая рука идентична, за исключение. Пушки вместо руки. Кстати, здесь, как по мне, немножечко Хазбро ошиблись. Потому что в оригинальном мультсериале у него было совсем всё наоборот. То есть, эта пушка была на месте именно вот этой руки. Ну, то есть, поменяли местами правую и левую руку. Либо это просто показали, что у него руки могут быть с двойным режимом. В любой момент вместо них может появиться оружие. И здесь... Далее, голова у нас на болт-джойнте. Она сделана так, что голова просто поворачивается. Не опускается вверх-вниз. Ну, довольно-таки на малое расстояние. Далее, поворот в тазу со смещённым центром. Нога у нас также на болт-джойнте. Вверх-вниз. Поворот механизм 360 градусов. Чуть-чуть к нам поверни. И сгиб колени на 90 градусов. Так что модель довольно-таки артикулируемая. Даже спокойно стоит, когда у неё на спине огромный груз. Давайте по линеечке смерим его рост. Так, получается он у нас порядка 16 сантиметров. Давайте сейчас трансформируем его в пикап. Соединяем руки с бортом, с дверьми. Разворачиваем голову. И опускаем перед автомобилем. Далее. Опускаем руки. Ты забыл повернуть таз? Нет. Он так и должен быть. А, да. Ты прав. Раскрываем ноги. Чуть-чуть к нам. И здесь двойной сгиб. Складываем ногу. И у нас получается уже одна готовая сторона автомобиля. Вторую ногу складываем идентичным образом. Никит, ты своими руками весь кадр закрываешь. Вот у нас получился вот такой вот пикап. Посмотрим по вниманию. Кстати, интересно, у него рука пристроена, как будто бак внутри. Очень красивый цвет окон. Меньше. Все, давайте сейчас. Также рука в этом режиме у него крепится сзади. Вот. И получается вот такой вот у него багаж. Николай, просим. Можно теперь аккуратненько сделать из него снова робота. Да, это снимается, не будет, если она легко отходит вверх. Ага, еще, 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 еще. Нет, не здесь, снизу. Поверни вниз. И верни, вот так. Вот здесь вот, за эти штучки, на себя. Ну вот, да. Ага. И тут полностью открываем. Никита, тебе с той стороны виднее, подсказывай. Угу. Надо вот здесь отсоединяем ноги. Да. И она выдвигается на двойном сгибе. Там, в ногах есть коннектор, а здесь PIM. Вот здесь PIM, а здесь есть коннектор. Их надо соединить. Все правильно. Руки выдвигаются и поднимаются чуть-чуть вверх. Это откидывается назад. Да, можно чуть-чуть даже силу применить. Только за стекло там не держи. Да-да-да, не бойся. Так. Держишь? Эх! Неудобно одной рукой. Да. Плечи ровно выровнять. Видишь, они вот здесь вот по краям. Вверх поднимай. Ага. И второй также. давай давай не боюсь если что такое просто сустав выйдет из и своего пазы все чтобы облегчить можно вот так сделать и задний багажник выставить по пазам здесь есть пазы он здесь вот видишь вот тут вот выемка а там есть штырьки специально то есть вот эту штуку вот так другую сторону нет окно оставь а это поверни все 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 оставь на ножки ну вот правую ногу ты не доделал сразу видно знаешь почему потому что ты вот здесь в паз не попал опас вот она как раз я тут сюда все все получился как ваши впечатления с непривычки да очень непривычно все понятно тогда сейчас никита нам покажет еще 2 2 его формы это как раз нога рука а то он что-то у нас приуныл молчит что-то там шевуршит сам собой раз он виде робота давайте из него сделаем сначала руку главно спускается и достается коннектор далее соединяются ноги разворачиваются далее у нас разворачиваются назад руки и вот в руках есть коннектор который ставится на этот пин я бы сказал там есть выемка который одевается на пин не хочет и вставляется наша кисть кстати мне это кисть немножечко напомнила ковша от экскаватора ну хорошо смотрится кстати если что можно будет собрать потом айрон хай трейл брейкер один из эффектиконов и и по-моему все а и брейк даун из атака да больше никто не входил в таком молде либо же я могу ошибаться потом посмотрим далее трансформируем нашу ногу по сути да ты про брейк даун точно по сути идут все те же манипуляции что и при трансформации джип то есть сформируем форму машины сейчас кстати мы в линейке в виде пикап его не показывали надо бы потом получилась наша ступня да ступня сборного трансформера sky rain очень даже неплохо шо сделай еще раз его виде автомобиля давай его у линеечки он у нас ровно 13 сантиметров то есть виде трансформера он почти 16 в виде автомобиля 13 уменьшается так ну что напоследок снова сделаем и на нашу интересную цену его шанхай мы его прям шанхай от студии сервис задний фон очень красиво и фактурно выполнен дадим ему в руку его топор а на вторую руку ну а можно и на эту руку в качестве щита надеть его кисть сейчас открут интересный робот как быть он только что из битвы за шанхай с локдауном и десептиконами ваше мнение никого как простой интересный неинтересный какие ощущения вот вызывает данный трансформер у вас интересно во первых модель очень небольшая изящная но красивая поэтому интересно видно что это воин защитник и хорошо что его дополнили модель дополнена комиксом то есть и все это создает рассказал характер героя а так по сложности вот не знаю инструкцию и увидев один раз как его трансформирует повторить самому сложно было не сложно волнительно первый раз сложно потому что еще на нас есть баба я не может быть что это не так сделать что эти спортить поэтому прикажущиеся вроде бы простоте первый раз не просто его собрать по новой как вы когда-то говорили головоломка это головоломка да это такая шкатулка с секретом когда за спрятанные формы скрывается механизма благодаря которым можно из него преобразовать робота или еще какую-нибудь другую технику ну на сегодня я думаю это был очень интересный обзор с интересным гостем все добавляйтесь к нам в группу в инстаграм в youtube канал мы вас всех ждем в гости к нам музей здесь представлено огромное количество трансформеров и еще не менее интересная информация о них и наши экскурсоводы любовь и никита всегда смогут рассказать вам о них массу интересных занимательных историй всем удачи и до скорых встреч николай удачи приходите в музей уникальный музей спасибо всем до свидания ждем вас у нас